Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Трансмета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, вот этот ролик наглядно показал, что из себя представляет транспорт, в принципе, уже недалекого совсем будущего, потому что мы близки к тому, чтобы уже демонстрировать как минимум действующую городскую систему Skyway. И на данном слайде вы видите перечислены основные преимущества данной технологии по сравнению с теми технологиями, которые мы уже используем. Я их назвал – четыре транспортные системы из нашей повседневной жизни. И я их сейчас кратко перечислю, не буду подробно останавливаться на каждом из этих пунктов. Просто скажу, что это низкая себестоимость строительства, оказанная транспортной услуги. То есть, путевая структура может служить более 100 лет, единожды будучи установленными. Соответственно, никакие амортизационные расходы и так далее. То есть, на перекладку асфальта, на, скажем так, перекладку рельсов, что происходит раз в 2-3 года на тех дорогах, которые мы перемещаемся. Здесь такого не будет. Низкое энергопотребление. Очень небольшой землеотвод. Сотни раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. Полная автоматизация. То есть, будет к нулю сведен человеческий фактор. Данные транспортные средства будут передвигаться в автоматическом режиме. Высочайший уровень безопасности. В первую очередь, разведение потоков транспорта и людей, животных. То есть, не будет огромное количество аварий, которые происходят ежедневно на территории всей планеты. Около полутора миллионов человек погибает в год в различных авариях, катастрофах и на автомобильном транспорте. То же самое мы часто видим и на железнодорожном транспорте. И, к сожалению, иногда падают самолеты. Хотя самолет во много раз безопаснее, чем обычный автомобиль. Как говорит Анатолий Дарченицкий, автомат Калашникова, который является оружием, в год убивает гораздо меньше людей, чем обычный автомобиль, который мы считаем комфортным средством передвижения. Высокие скоростные показатели. То есть, три сегмента транспортного рынка. Грузовой до 120 км в час. Городской от 50 до 150 км в зависимости от потребностей. Какая скорость нужна. И высокоскоростной Skyway скоростью от 500 до 600 км в час. То есть, до Питера, до Казани, например, от Москвы, можно будет доехать быстрее, чем за два часа. Минимальные институционные расходы. Можно использовать изобновляемые источники энергии, которые могут быть размещены на путевой структуре. Это ветряные электростанции, те же, скажем так, солнечные батареи, которые все более и более входят в жизнь. Хотя пока еще это довольно дорогостоящее. И КПД не такой, как хотелось бы. У нас огромное количество районной земли, где солнце, в принципе, не так часто, как, например, на экваторе, может быть, или город Алматы, например, когда я там был, проводил презентацию, мне сказали, что 300 дней в году там светит солнце. То есть, ну, хорошая ситуация для тех, кто любит солнце, в принципе, любит свет и так далее. Далее, отсутствие вредных воздействий на человека и природу. То есть, данный транспорт высокоэкологичен. Экономии времени и финансовых затрат. Как на строительство, так и дальнейшее, скажем так, применение данной технологии. Экономии времени и передвижения грузов и людей. Это тоже очень важно. И для людей, которые относятся, наверное, к миру бизнеса, в первую очередь, к владельцам бизнеса, которые в дальнейшем планируют строить данные дороги, используют или какие-то свои цели, это быстрый срок окупаемости дорог. То есть, затраты, по сравнению, скажем так, с теми дорогами, которые строятся по технологии ЖД-транспорта, высокоскоростной железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, десятки, порой сотни раз меньше, чем те технологии, которые мы видим, к которым мы привыкли. Одна из причин, кстати, почему данный вид транспорта до сих пор, скажем так, не реализовался, до сих пор не был применен где-то, это, в первую очередь, чиновники. То есть, они привыкли мыслить обычными стандартными. То есть, железная дорога привычна, автомобильный транспорт привычен. А тут что-то непонятное, это же надо возводить, а вдруг что-то будет не так. На данном слайде вы видите краткую историю, 4 этапа. Условно можно разбить историю развития струнного транспорта, струнных технологий. Я не буду опять долгое время посвящать данному слайду, хотя вот раньше, я просто помню, год назад презентация наша, почти два года назад мы очень долго заостряли внимание здесь, рассказывали, что происходило в эти годы, показывали ролики и так далее. Сейчас, наверное, надобности в этом большого нет, потому что действительно была история, показать было практически нечего, кроме того, что мы имели тогда. Сейчас у нас есть огромное количество проделанной работы, у нас есть уже, скажем так, живые примеры, действующие транспортные кресла. У нас есть чем гордиться, и огромное количество инвесторов, которые пришли в наш проект в 2014 году, например, когда были сделаны первые инвестиции, уже убедились в том, что и деньги пошли на реализацию конкретного дела. Итак, четыре этапа. Первый из 1977 года по середину 90-х. Это и первая заявка на изобретение, первая научно-практическая конференция на территории Белоруссии в городе Гомеле. Тема внеракетного освоения космоса и струнный транспорт в том числе. Это признание Федерации космонавтики СССР, это первый грант Советского фонда мира на развитие технологий. То есть, в принципе, начало, самое сложное, старт ознакомления всего мира с тем, что у Леницкого было в голове. 95-2000 год. То есть, это год второго этапа, когда уже Анатолий Дарьевич Леницкий создал свою научную школу в Питере. Это большое количество продувок, испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы подвижному составу. Это демонстрация первых действующих физических моделей. В масштабе 11-15-10, которые подтвердили, что если это возможно на уровне моделей физической, соответственно, это возможно и реально сделать. Далее, первый грант от Организации обменных наций, по сути дела, отработка первого поколения технологий, в первую очередь на бумаге. Третий этап важен тем, что в данный момент о технологии узнал весь мир. То есть, у Анатолия Леницкого был свой испытательный участок, полигон это называлось, в подмосковном городе Озера. К этому приложил активное, скажем так, участие Александр Либик, который являлся на тот момент губернатором Красноярского края. То есть, он выделил приличную сумму денег для того, чтобы началось строительство данного участка. В этот промежуток времени было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик струнного транспорта. По сути дела, была рождена и создана технология второго поколения. Были заключены даже государственные контракты на реализацию технологий в целом ряде регионов Российской Федерации. То есть, все это было на третьем этапе. Далее. Второй грант ООН был получен на развитие данной технологии. Планировалось построить дорогу от Озерной Москвы. То есть, планов было много. Целый ряд телевизионных каналов, центральных, федеральных Российской Федерации, рассказывали о технологии Skyway. В новостях показывали, что у нас в России существует такой транспорт, почему бы его не реализовывать. В это же время, и немногим после этого, Анатолий Дарчуницкий принимал участие в целом ряде форумов, посвященных теме науки, техники и транспорта в первую очередь. Именно в это время было получено целый ряд дипломов, золотых медалей, наград, кубков на различных выставках, на различных форумах, посвященных тематике транспорта. К сожалению, по окончании данного этапа, третьего этапа, в 2009 году, после того, как технологию представили президенту страны, полигона в подмосковном городе Озера не стало. Хотя было принято решение, и была дана задача Министерству транспорта Российской Федерации изыскать порядка миллиарда рублей на тот момент на реализацию данной технологии, но я так думаю, что Минтрансу возможно, хотя напрямую обвинуть их нельзя, было проще разобрать полигоны, забыть о технологии, чем просто делиться, скажем так, средствами в свой карман. Но важный момент, что полигон сыграл свой роль, он подтвердил, что технология имеет право жить, целый ряд международных делегатств увидели, что это представляет транспорт недалекого будущего, и Министерству продолжал разрабатывать свои технологии, продолжал вести переговоры с людьми мира бизнеса, административным ресурсом целого ряда стран России в первую очередь. К сожалению, переговоры заходили в тупик. И вот четвертый этап, который начался в 2010 году, в принципе, после того, как разобрали полигон, знаменовался тем, что была оценена интеллектуальная собственность Юнистского в очень круглую сумму, свыше 400 миллиардов долларов США. Была зарегистрирована компания на основании интеллектуальной собственности в Великобритании, и было принято решение обратиться к обычным людям, физическим лицам, частным инвесторам, с идеей о том, что они могут стать совладельцами данной технологии, проинвестировав какую-либо сумму в данный проект, стать совладельцами пакета долей компании, и в будущем на эти пакеты иметь очень серьезный источник дохода. Либо при перепродаже пакета в будущем, когда данная технология будет реализовываться. А цель, кстати, этого инвестирования и сбора средств – это строительство еще одного участка, на котором можно будет продемонстрировать все возможности данного вида транспорта, сертифицировать его и выйти уже на мировой рынок технологий. И с долями компания, которой будет владеть огромное количество людей, на мировой рынок финансов или на мировой рынок инвестиций. И вот в январе 2014 года появились первые инвесторы. У группы компаний Skyway есть четкий план с 2014 по 2018 год реализации данного проекта, разбитый на 15 этапов. Каждый этап подразумевает определенную программу работ, то есть определенный перечень работ, которые необходимо выполнять, соответственно, именно на эти работы необходимо финансирование. И сегодня мы привлекаем это финансирование посредством краудинвестинга. То есть это называется еще народное инвестирование. Те из вас, кто пришел раньше, было очень много людей, посмотрели видеоролик, в котором господин Кириченко, наш, скажем так, руководитель информационного дела Skyway, да, давал, точнее, сделал интервью с руководством одной из немецких компаний, которая планирует построить, скажем так, использовать поезд от Берлина до Штутберта посредством краудфандинга. То есть тоже предложение людям инвестируют все денежные средства в то, что будет реализованы в проект. А как в Германии это давно уже, скажем так, стало хорошим тоном. То есть краудфандинг в различных сферах в Германии используется. Итак, друзья, сейчас лучше стало слышно или нет? Потому что вот погромче, да, сейчас мы сделаем следующее. Одну секунду, я зайду. Сейчас должно стать лучше немного. Итак, коллеги, данный слайд демонстрирует, скажем так, структуры, которые давали свои экспертные заключения, экспертные оценки технологий во время существования Анатолия Дарвича Черницкого в подмосковном городе Озеры испытательного участка, испытательного полигона, где ЗИЛ-131 весом, скажем так, более 12 тонн, сбирался по 170-метровой эстакаде. И, как говорит часто Сергей Сибиряков, то есть участок эстакады весом менее 100 кг совершенно легко удерживал, скажем так, такую нагрузку, которая представляла из себя вот этот ЗИЛ-131, первое транспортное средство, разработанное по струбным технологиям, то есть на стальных колесах. Вы видите эти структуры, это далеко не весь полный перечень, это, во-первых, Институт проблем транспорта Российской Академии наук, это Гостроя России, Министерство экономики и транспорта, Эксперты Организации мирных наций, мы про это уже говорили, Российская Инженерная Академия, и про патенты я вам говорил, то, что было получено несколько десятков патентов на ноу-хау, которые Юницкий использует в своей технологии, и более 40 различных международных дипломов и наград. То есть перечень, кстати, этих дипломов вы можете легко найти на сайте Юницкого, на сайте компании Skyway Capital. Буквально кратко о годе, который стал переломным в развитии нашего проекта, это 2015 год, но 2014 еще и обращу внимание на что? То, что именно в 2014 году, в мае месяце, по-моему, 21 числа, появились первые научные, первые конструкторские кадры в нашем научно-производственном предприятии в Минске, в котором сегодня работает 15 конструкторских бюро, в которых более 150 человек, трудящихся на реализацию данной технологии. 2015 же год стал переломным, потому что именно в 2015 году определились с участком местности, где будем строить экотехнопарк, но за него надо было еще побороться, то есть по законам Республики Беларусь нужно было, скажем так, выиграть аукцион, на который данная земля предлагалась не только нам, но еще и целому ряду структур. Это бывший танковый полигон в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, Пуховичский район. То есть по итогам аукциона, состоявшегося в июне, данная земля закреплена на долгосрочную аренду за предприятием струнной технологии, генеральным директором которого является Анатолий Дарвич Вениц. Важные вехи 2015 года, февраль месяц, это начало деятельности компании Skyway Capital, презентация которой сейчас проходит. Далее, это переговоры в Минных Арабских Эмиратах. Два раунда было этих переговоров, о которых, кстати, буквально вчера такое интернет-издательство, как РЖД Партнер, написало, что итогом выставки инотрант стало предложение компании Skyway о строительстве линейного города на территории Эмирата Абу-Даби. Так вот, это предложение было еще в 2015 году. И наши арабские партнеры сейчас ждут того, что произойдет этой осенью, когда мы продемонстрируем транспорт. И вот эти проекты могут ожить. Далее, в июле месяце закончилась реструктуризация группы компании Skyway и началось строительство экотехнопарка. Субботника, который состоялся 17 июля, и сейчас, скажем так, стройка ведется фактически каждый день, не в одну смену. Что еще по 2015 году можно сказать? Это приезд Рода Хока, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию, бывший министр транспорта Южной Австралии в сентябре месяце. Это получение так называемого международного идентификационного кода ценной бумаги в сентябре 2015 года. Процедуру, которую проходят большинство публичных компаний, почти все публичные компании, от которых сегодня находятся на бирже. Далее, это международная конференция, состоявшаяся в октябре 17-го числа, и закладка нулевого километра. Вы видите на нижнем рисунке на данном слайде. И решение группы компании Skyway в ноябре месяце перейти на финансирование нашего проекта посредством привлечения инвестиций по рассрочке. То есть это удобно нашим партнерам, потому что они могут инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно, при этом получать на выходе большое количество долей нашей компании. Это 15-й год. 16-й год ознаменовался тем, что в начале 16-го года было написано письмо Анатолию Мудардовичу Дмитрию Анатольевичу Медведеву с приглашением посетить наш экотехнопарк. И в этом письме он поблагодарил его за то, что он обратил внимание в 2009 году на госсовете в Ульяновске на нашу технологию и сказал, что ответ на ваш вопрос найдете инвестиции, стройте. Мы уже нашли. 11 февраля данная технология признана экспертным советом Министерства транспорта Российской Федерации инновационной. 25 марта заседание экспертного совета Минтранса признало данную технологию перспективной в рамках Российской Федерации в первую очередь. И ключевыми событиями 16-го года в планах у нас, кстати, это уже строительство готовой, демонстрация готовой трассы городской на территории экотехнопарка в 2016 году в Минской области возле города Марина Горка. Это демонстрация легкого транспорта Skyway, так называемого юнибайка, на который обратили внимание на выставке и последний ролик, который до конца у нас перед презентацией не закончен. Как раз таки речь идет о том, что заинтересовались специалисты из Ирландии именно юнибайком, потому что они хотят, скажем так, в дальнейшем, если получится, использовать его на территории Ирландии именно в туристической отрасли, потому что удобное транспортное средство, комфортное, из него, скажем так, хорошо озираются окрестности и так далее. У них есть, скажем, протяженность туристического маршрута чуть ли не 2000 километров. Об этом шла речь в интервью, которое Михаил Кириченко брал у представителя ирландской компании. Далее, к концу 2017 года планируется закончить строительство грузовой трассы Skyway с погрузочно-раздручными терминалами, то есть это возведение тех же самых анкерных опор, промежуточных опор и так далее. И 2017 год – это продление участка на 15 километров с целью демонстрации возможностей и сертификации в дальнейшем высокоскоростного Skyway. В апреле месяце прошло мероприятие крупным на территории Республики Беларусь в Минской области и в Минске под названием «Экофестиваль» 23-24 апреля. Там было порядка 700 наших инвесторов. И, конечно же, мероприятие под названием «Инотранс», которое закончилось в конце прошлой недели. 4 дня люди из разных стран мира и специалисты, скажем, из мира транспорта, и политические деятели, и представители различных, скажем так, министерств большого количества стран и из Америки, и из Азии, и из Австралии, и из Европы могли увидеть, что из себя представляет транспорт Skyway. И, в принципе, вот несколько фотографий этих демонстрируют, что наша экспозиция была очень востребована, все время возле нее было большое количество людей, потому что, как сказал Руд Хук, как я вам сказал, экспедиентер транспорта, он сейчас возглавляет нашу австралийскую компанию, инновации были именно в этом месте. Потому что огромное количество компаний, там было, скажем так, более 2000 компаний, говорили о транспорте, который нам уже известен, этот транспорт, ну не то чтобы прошлого, но, по крайней мере, к инновациям они относили новый вид кондиционера, новые какие-то кнопки, более комфортные кресла и так далее, и так далее. Все оставалось в том виде, в котором есть. То есть они не решают ни проблемы пробок, ни проблемы, скажем так, скорости и комфортности передвижения, хотя, может быть, немного более скоростные стали там железнодорожные составы, трамваи и так далее, и так далее. Но инновации были именно здесь. Подробнее ознакомиться с материалами по мероприятию на транс, вы можете зайти в раздел новостей на сайте, и там огромное количество и видеороликов, и фотографий, и, скажем так, потенциальных контрактов, которые в ближайшее время, возможно, будут заключены по использованию нашей технологии в разных облаках земного шара. Важное мероприятие, которое нас ждет уже в ближайшее время, на следующей неделе, это Белорусская транспортная неделя, то есть международный транспортный форум под названием «Транспорт и логистика 2016». На нем будут представлены компании из целого ряда стран, вы видите, это Австрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция и Республика Беларусь. Вот как белорусское предприятие будет в нем принимать участие и компания SkyWay, то есть компания струнной технологии. И буквально сегодня мы получили информацию, я сейчас вам в чат нашего вебинара сброшу ссылочки, что в целом ряде изданий белорусских вышла информация о том, что в данном транспортном форуме принимает участие компания струнной технологии. То есть это одна из компаний нашего фолдинга. Я не буду долго застрять внимание на том, что все чаще и чаще информация в различных средствах массовой информации появляется о нашей технологии. Это действительно так, это интернет-издания, это радиостанции, телевизионные каналы, это территория страны СНГ, это Европа, это та же самая Австралия. Во время, скажем так, проведения выставки только РЖД-партнер выпустил три статьи, по сути дела, каждый день о развитии струнного транспорта. Это австралийская радиостанция, которая в течение 10 минут обсуждала участие нашей компании в выставке на Трамп. И задавали вопросы роду в руку. То есть очень много уже информации расходится по территории земного шара, о технологии, разработанной ЮНИСКИМ. Заключен целый ряд договоров, целыми, скажем так, компаниями, университетами, о взаимодействии и о создании в ближайшем будущем большого количества адресных проектов, как на территории Европы, СНГ, на территории Австралии, то есть на территории фактически всего земного шара. Буквально вот сейчас, за последние несколько минут, там за полчаса, было выложено интервью с финансовым экспертом из США, который является владельцем двух печатных изданий. Он сказал, что в первом из них он обязательно напечатает информацию о технологии SkyWay, об Анатолии Дарвичу Ницкому. Итак, друзья, это то, что можно рассказать о самой технологии. Вообще о ней можно говорить долго. То есть, в принципе, если бы сейчас здесь сидел Анатолий Дарвичу Ницкому, ему дали, скажем так, возможность рассказывать, и у вас было бы нескончаемое количество времени, я думаю, он бы говорил об этом часами. Вы бы могли задавать ему вопросы и так далее. Но цель презентации – это кратко донести информацию о том, что есть что-то, чего люди еще не знают. И это что-то может принести много пользы как самим этим людям, так и окружающему миру. Итак, компания SkyWay Capital. Мы сейчас с вами говорили о технологии, как раз таки, чтобы данная технология была реализована, в полный рост, в полном объеме работает компания SkyWay Capital, которая является официальным партнером группы компании SkyWay по привлечению инвестиций, зарегистрированной в Великобритании, то есть способствует своей деятельности выводу транспорта нового поколения на мировой транспортный рынок и работает также на основе системы краудинвестинга, то есть на основе народного инвестирования. Позволяет привлечь огромное количество инвесторов в наш проект на основе микрофинансирования. То есть сегодня можно стать совладельцем медалей компании, при этом инвестировав незначительные денежные средства, а делая простые действия, о которых я скажу немного впереди, можно стать крупным инвестором нашей технологии и в будущем получить очень серьезный уровень дохода. Предполагаемая стоимость каждой отдельно взятой доли к 2017 году, я не утверждаю это на 100%, но это то, к чему мы двигаемся, один доллар США. По мере использования технологии в разных уголках земного шара, вы понимаете, ее необходимость, эффективность, то есть востребованность с людьми будет расти, соответственно, доли компании будут расти в цене. По началу доллара, дальше может быть 2, 3, 5 и так далее. Сегодня любой человек может приобрести эти доли компании буквально за несколько десятков центов, за несколько десяток долей центов даже, если приобретают большие пакеты долей компании. Данную возможность сегодня можно сравнить с тем, что происходило в 70-х годах. Далеко не много людей воспользуются предложениями Стиво Джобса, например, и Билу Гейтса, которые говорили, ребята, вкладывайте деньги, у нас есть классная идея, мы будем выпускать огромное количество устройств, которым будут пользоваться люди, вы станете миллионерами. Кто-то этим воспользуется, кто-то нет. Большинство нет. Сегодня такая возможность есть, стать инвестором в транспортную отрасль, которая имеет денежную емкость даже гораздо больше, чем сфера IT-технологий на сегодняшний день. Миллиарды и триллионы долларов крутятся в сфере транспорта. А как говорит Анатолий Дарович Ницкий, в ближайшие несколько лет 30-50% всего транспортного рынка будут под технологией Skyway. Задача, которую мы еще перед собой ставим, помимо привлечения, скажем так, на базе микрофинансирования большого количества инвесторов и финансирования строительства этих технопарк, это создание благоприятных условий для каждого один взятого инвестора и информирование наших инвесторов обо всем, что происходит в проекте. Технологии, развитие компании Skyway Capital. В тех действиях, которые вы можете предпринимать и в тех действиях, которые предпринимаем мы. У нас для этого созданы и службы технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки, и отдел информационной поддержки в Москве, который в течение рабочего дня с 10 до 19 часов отвечает на вопросы наших потенциальных, либо уже, скажем так, ставших инвесторами людей, то есть решает какие-то вопросы, проблемы, помогает разобраться во всем, что касается развития нашего проекта. Технологии, инвестирования, какие средства, каким образом можно, скажем так, завести, как можно приобрести пакеты долей компании, что делать с этим дальше. На данном слайде вы видите стандартный прайс-лист, который действует буквально, скажем, я не знаю, я не хочу сказать последние несколько дней, но тем не менее, мы близки к тому, чтобы перейти на восьмой этап. То есть на восьмом этапе стоимость каждого отдельно взятого пакета, который вы сейчас видите перед собой, будет меньше, точнее, будет той же, а вот уровень доходности, так называемый дисконт, то, что я сейчас обвожу, и вы видите, он станет меньше. То есть за те же самые деньги на следующем этапе развития нашей компании, после смены дисконта, люди смогут приобрести меньшее количество долей. Минимальная инвестиция, которая может себе позволить фактически любой человек из любого социального слоя, и студент, и пенсионер, никого не хочу обидеть. Как правило, это люди, которые наименее социально защищены, но проинвестировать 15 долларов и купить себе пакет, который будет входить 540 штук долей компании, может практически любой. На выходе это потенциально 540 долларов США. Каждый последующий пакет, который вы видите на слайде, стоит дороже, но и уровень доходности у него выше. Когда люди только начинали инвестировать в наш проект, это был 2014 год, минимальный уровень доходности составлял 250 раз, а максимальный 1500. Сегодня от 36 раз до 350 раз вы можете, скажем так, увеличить денежные средства, которые готовы проинвестировать в наш проект. Все зависит от того пакета, который вы можете себе позволить. Мы говорим всегда, не надо тратить последнее, не надо, скажем так, отнимать у своих детей и внуков то, что у них есть сегодня, у них комфортная жизнь. Если у вас есть возможность выделить там 1, 3, 5 процентов от своего ежемесячного дохода, этого будет хватать на какой-либо из этих пакетов, вы можете это сделать. Ну, разберитесь в информации. Я сейчас специально обвел пакет, который стоит 1000 долларов. В стандартном выражении, да, это получается 180 штук долей компании на выходе, 180 тысяч. У нас до сих пор еще действует пакет под названием «Инотранс». Он был приурочен к мероприятию, которое состоялось в Берлине. Идея его была такова, что с июня месяца, а именно тогда он был введен, по сентябрь включительно, да, люди могут покупать ежемесячно по 1000 долларов пакеты из нашего прайс-листа единоразового платежа. И с каждым последующим купленным пакетом не позднее, чем месяц после покупки предыдущего, люди получали повышенный дисконт. То есть минимально, если один раз человек делал покупку пакета «Инотранс», это составляло 235 тысяч акций. Помните, предыдущий слайд, я говорил, там 180 тысяч. Вот там существенная разница на 55 тысяч. Каждый последующий купленный пакет добавлял он еще дополнительно к тем 235, еще дополнительно акций. Соответственно, вторая покупка это 270 тысяч, третья 290 тысяч, и четвертая 300 тысяч акций. Этот пакет люди могли купить, покупать на протяжении 4 месяцев. Его можно купить на протяжении 5 минут. Купить один, второй, третий, четвертый. Те из вас, кто готов проинвестировать эти денежные средства в размере 4 тысяч долларов, на выходе будут иметь более миллиона 100 тысяч долей компании Skyway Capital. У нас есть пакеты, которые имеют больше номинал, то есть стоимостью от 5 тысяч до 50. В принципе, они были введены также в июне месяце по просьбе людей, проживающих на территории стран Западной и Центральной Европы. Там, где уровень дохода намного выше, чем в СНГ, например. И там, где люди могут себе позволить такое денежное вложение. Но люди сразу становятся владельцами миллионных долей компании. Соответственно, на выходе это потенциально. К моменту котировки, когда будет стоить каждый день взятый 1 доллар США, люди миллионеры. Далее, у нас есть возможность приобретения пакетов долей компании, также сделав разовый платеж, но с бонусного счета. Что такое бонусный счет? У нас есть партнерская программа, которая позволяет вам, будучи нашим инвестором, популяризировать информацию о развитии нашего проекта, давать ее окружающим людям. Если по вашим рекомендациям кто-то приходит в наш проект, становится инвестором, вас за это вознаграждает компания. Проценты я чуть позже скажу, но эти проценты идут на бонусный счет в виде денег. Эти деньги вы можете тратить на то, что считаете нужным, либо на приобретение пакетов долей компании. И вот для тех людей, кто активно строит партнерскую структуру, есть специальные пакеты с очень выгодным дисконтом. От 250 долларов до 1800, 4 пакета, но вы можете их купить только с бонусного счета. У нас есть, как я уже говорил, возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. Ежемесячно инвестируя 25 до 200 долларов в США, 25, 50, 100 и 200, вы можете себе получить от 26 250 долей компании в итоге на выходе, либо 405 тысяч. Тоже хороший дисконт, тоже хорошая программа, вы не инвестируете огромных денег сразу, постепенно выплачиваете эту рассрочку. А если еще выполняете дополнительные условия, они озвучены напротив каждого пакета, вы сможете прочесть, если будете готовы инвестировать, вам дополнительно может быть начислено от 9 тысяч до 144 тысяч акций на пакете бизнес. Соответственно, на выходе у вас будет от 549 тысяч на пакете бизнес до 35 250 акций на пакете старт, если вы сделаете простые шаги. Далее у нас есть возможность инвестирования в рассрочку, инвестируя ежемесячно сумму большего номинала от 500 до 5000 долларов ежемесячно. Опять же по просьбе инвесторов из стран Западной Европы и Центральной Европы. И есть возможность приобрести пакеты долей компаний на своих несовершеннолетних детей под названием малыш и под названием студент. То есть инвестиции, которые могут вас привести, имеют высокий уровень доходности, который, скажем так, возрастает в разы. Если мы будем сравнивать с другими возможностями, которые существуют на рынке инвестиций, то сравниться не с чем. Если недвижимость, которая приносит на сегодняшний день серьезный уровень дохода, инвестиции в банковские депозиты это вообще, в принципе, к инвестициям отнести нельзя, потому что, как правило, банки дают процент на уровне инфляции. И в итоге деньги, зачастую, которые мы укладываем, даже уменьшаются. То есть их покупательная способность через год, через два, через три меньше, чем тогда, когда мы их вложили. Что еще мы имеем? Какую возможность? Помимо того, чтобы получать в дальнейшем прибыль в виде дивидендов от каждого построенного участка дороги, мы еще можем принять участие в партнерской программе и создать сегодня свой собственный бизнес. При этом, не занимаясь тяжелым физическим трудом, работая с информацией, работая, скажем так, с теми людьми, которых мы знаем, если у вас еще есть определенный уровень авторитета в своем окружении, у вас бизнес сложится и получится. У нас есть огромное количество преимуществ по сравнению с большим количеством партнерских программ, а их сегодня в мире более пяти тысяч существующих. Об этом мы говорим обычно на партнерской программе, на вебинаре, и это будет завтра в 13 часов ближайшая информация. Но кратко я могу вам сказать, что даже проинвестировав 15 долларов, я это уже говорил, вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте, давая информацию своему окружению, если под вами будут регистрироваться люди по эфиральным ссылкам, то с товарооборота, который будет делать ваша команда, вам будет выплачиваться процент. Непосредственно от рекомендаций, которые вы делаете, до 20 процентов вы даже можете зарабатывать в зависимости от квалификации, которых 6. У нас односторонний рост по квалификационной лестнице, то есть вы никогда не падаете вниз, и вас никто не заставляет подтверждать свою активность, делать определенный товарооборот, то есть нет необходимости квалификацию подтверждать. Достигли определенного уровня, вы можете достичь только более высшего, но если захотите, а вниз падать уже не будет. Глубина очень большая, с которой выплачивается вознаграждение, вплоть до 24 уровня. Никто не может ироничить вас в количестве тех, кого вы можете пригласить за собой, то есть есть определенный элемент разумности, о нем поговорим завтра подробнее. И бонусное вознаграждение начисляется, как я уже говорил, на бонусный счет, мы разобрали, что есть пакеты, еще есть акционный счет. Акционный счет сегодня еще является подарком. То есть вы помогаете нам развивать свой бизнес, вы помогаете нам развивать бизнес, связанный с технологией Skyway, и вам руководство компании на акционный счет начисляет денежные средства, которые вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании из стандартного прайсиста, с которого я сегодня начал. Но это хорошая возможность проинвестировав всего 15 долларов своих денег, в дальнейшем увеличивать портфель инвестиций, докупая пакеты долей компании с акционного счета. И таких людей у нас тоже много, которые как раз таки с акционного счета постоянно докупают себе пакеты долей компании, и их уже инвестиции составляют сотни тысяч долей компании, у них есть на сегодня на руках, у некоторых уже миллионы. Для тех, кто развивает активную партнерскую программу, существуют инструменты в личном кабинете. То есть это план вознаграждения, который можно скачать себе на компьютере и делиться им со своим окружением. В первую очередь, это реферальные ссылки, которые вы даете посредством интернет-сервисов своим друзьям, знакомым, родственникам, тем, кто у вас находится в друзьях в интернете, посредством электронной почты. То есть люди регистрируются по этим реферальным ссылкам, кто-то из них может приобрести какие-либо доли компании, соответственно, вам за это будут начисляться денежные вознаграждения. Баннеры для тех людей, которые имеют свои интернет-страницы в виде сайтов, блогов. Баннер, красивая цветная картинка разного размера и более 60 видов, которые на страницу интернета устанавливаются. Если ваша страница посещаема, то какое-то количество людей, кто-то как сорока, кто-то, скажем так, целенаправленно увидит красивую картинку, нажмет по ней, перейдет на наш интернет-ресурс, будь то сайт, либо лендинг инвестора. Человек может ознакомиться с информацией, зарегистрироваться, нажать кнопку, соответственно, это ваш потенциальный партнер. Точно так же работает у нас раздел новостей внутри личного кабинета. Рядом есть кнопки соцсетей, которым прикреплена ваша реферальная ссылка. Нажав на ту соцсеть, в которой вы зарегистрированы, вы можете эту новость отправить туда на свою страницу. Все, кто у вас в друзьях, все группы, которые вы посетили, в них имеете в этой социальной сети, увидят информацию о том, что вы разместили интересную информацию. Ознакомиться, почитает, и кто-то зарегистрируется и может стать вашим сначала просто потенциальным партнером, являясь просто клиентом в нашей партнерской структуре. А потом можете приобрести себе какой-нибудь пакет долей компании. Мало того, у нас есть очень удобный сервис, который вам позволяет увидеть этого человека, ему позволяет увидеть вас как наставника, вы можете связаться и вместе активно строить бизнес по партнерской программе компании Skyway. К инструментам у нас относятся онлайн-мероприятия, которых проходит большое множество, и ближайшее будет буквально через, меньше, чем через 20 минут его будет проводить Владимир Маслов, доктор экономики, человек очень успешный, который тоже был в Берлине, он дает основы создания адресных проектов, юридические аспекты, основу нашего бизнеса и взаимодействия с партнерами. То есть рекомендую вам его мероприятие посещать хотя бы раз в месяц, разобраться, что, как, почему и почему. Далее у нас есть живые мероприятия, так называемые презентации в городах и странах. И там тоже дается информация о развитии нашего проекта, туда вы можете приглашать своих друзей, знакомых, коллег по работе, по бизнесу и так далее. Мало того, вы даже можете находиться, например, где-нибудь в Новосибирске, а эта презентация может проходить там в Литве, в Вильнюсе в том же. У нас есть возможность посмотреть, какое время, по какому адресу, телефон найти человека, который проводит это мероприятие и туда отправить своих знакомых, проживающих в том регионе, где проходит презентация. Таким образом, они могут потенциально стать вашими партнерами, потом реальными партнерами. То есть вы там, они к своей стране, но посетив живое мероприятие, на живом мероприятии просто, скажем так, и общение совершенно другое, и глаза видно, что я периодически провожу их в Москве. Вот у нас прошло 22 числа, был полный зал в гостинице Татьяна. Он не громадный, но тем не менее, он был заполнен. Мы дали информацию о технологии, мы рассказали о новостях на Иннотрансе, то есть все прошло живо. В Москве еще у нас разыгрывается лотерея в конце мероприятия. То есть один человек ушел, очень довольный, получив тысячу акций в подарок нашей компании. И было еще два человека, которые в подарок получили книги «Ленинского небесной дороги». В разделе событий, расписание вебинаров вы можете найти и время проведения и вебинаров, либо оффлайн мероприятий. Как я сказал, координаты ведущих, ссылки, по которым нужно заходить. Было бы желание, скажем так, это делать и приглашать потенциальных партнеров на подобные мероприятия, потому что вы знаете, в жизни существует правило, что часто нас слушают наше окружение, точнее не нас слушают, а те, кто является нейтралем, кого они не знают. Нас они знают, как облупленных. Сейчас приводил один пример Рэнди Гейдж, это один, скажем так, из деятелей MLM бизнеса, что говорит, многие ваши родственники помнят, как вы писали штаны, а вы начинаете рассказывать об инвестициях, не являясь финансистом, о транспорте, не являясь инженером транспорта, поэтому не сильно внимают тому, что вы говорите. А вот незнакомым людям они больше доверяют. Поэтому приглашайте на живые презентации, на онлайн мероприятия ваших потенциальных партнеров, пусть они слушают того, кого не знают, могут задавать свои вопросы, потом расширять свое кругозорное направление нашего бизнеса, потом, может быть, задавать вопросы вам, потому что, если они станут вашим партнерам, вы вместе будете развивать этот бизнес. Как я говорил, у нас есть возможность обращения в службу технической поддержки, вы видите окошки, которые у нас есть, именно в странице сайта в личном кабинете. Ну и в целом, то, что я вам сейчас рассказал, достаточно кратко, обещал уместиться, скажем так, в академический час, у меня, в принципе, это получилось. Есть отличная возможность для каждого человека принять участие в проекте, который может круто изменить жизнь человечества в целом. Инновационный, инвестиционный проект, который круто может изменить еще и вашу жизнь и вашего окружения. То есть вы можете стать финансово успешными, финансово независимыми. Вы можете эту возможность предложить тем людям, которые не обладают сегодня небольшими деньгами, небольшими возможностями, но хотели бы этого достичь. Все это в ваших руках. Координаты, которые вы видите сейчас на слайде, это наши координаты в Москве. Как я говорил, иногда мы открыты, к нам периодически, скажем так, приходят инвесторы, кто-то приезжает даже из других городов, чтобы убедиться, что мы такие есть, что мы не просто какая-то картинка в экране и красиво о чем-то рассказываем, а реально работаем, реально трудимся ежедневно на реализацию проекта, автором которого является Венинский, а мы сегодня своей деятельностью помогаем не вырелизовать его мечту. Вот таким вот образом. У меня все. Как я вам сказал, скоро будет 19 часов по Москве, Владимир Маслов. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу сейчас на пару-тройку из них ответить. Спасибо вам, Алла, за ваше спасибо. Следите за информацией, следите за новостями. Действительно, большое количество видеоматериалов, я думаю, еще будет выкладываться последствия, скажем так, как следствие выставки и мероприятий на транс, которые было. Я думаю, появится видеоматериал на следующей неделе и по мероприятию, который будет проходить в Белоруссии. Это Белорусская транспортная неделя, транспорт и логистика 2016. То есть я в последнее время, не только я говорю о том, что прошли, наверное, те времена, когда мы пытались кому-то что-то доказать, когда мы, может быть, где-то даже искали какие-то способы привлечь людей особым способом в нашей технологии. То есть там в общем, заискивали перед людьми, чтобы они пришли к нам. Но нормальным путем заискивали. То есть ничего не придумывали, не врали. Просто предлагали, чтобы эта возможность открылась для них. Сегодня, в принципе, убеждать кого-то, доказывать кому-то что-то, наверное, уже нет надобности. Потому что огромное количество специалистов в том же Берлине увидели действующие полноразмерные транспортные средства Skyway. И теперь дело только за демонстрацией и за интересом, за нашими коммерческими предложениями по большому количеству адресных проектов потенциальных, которые образовались после выставки инотранс и еще до того. И еще будут после выставки в Беларуси. У меня, в принципе, все. Я смотрю, что вопросы... Вы знаете, Алла, вы можете задавать вопросы по поводу выбора пакетов. Смотрите, своему наставнику, если таковой имеется, вы можете обратиться в службу технической поддержки, чтобы вам объяснили, какой пакет наиболее выгоден и так далее. Вы можете позвонить в течение рабочего дня с сайта или по телефону, который вы видите к нам сюда в отдел информационной поддержки. И менеджер нашего отдела вам объясняет, какой пакет выгоден, какой там взять в рассрочку, за какие средства, какие, скажем так, платежные системы можно использовать на сегодняшний день. Там порядка десятка платежных систем, благодаря которым вы можете приобрести пакеты далее нашей компании. Поэтому, было бы ваше желание обращаться к нам, а кто вам поможет в этом разобраться, какие люди есть. Обращайтесь. Так, есть какой-то вопрос. Отдельно кто-то спрашивает. Спросили меня про реструктуризацию, я вам хочу сказать следующее. Смотрите, то есть в июле месяце просто 15-го года прошла перерегистрация нашего холдинга на территории Британских Пиржинских островов. И в этом заключалось, скажем так, реформирование нашего холдинга. А те люди, которые, кстати, стали инвесторами до как раз-таки июня 15-го года, были вознаграждены тем, что те доли компании, которые они приобретали, это был фунтовый эквивалент, тогда мы работали в фунтах, были перемножены на коэффициенты. То есть количество их долей компании выросло в разы. Ну, в разы там до 2-95 раз. То те, кто принял участие в акции посади дерево и так далее, у них чуть-чуть больше. Вот такая реструктуризация произошла. Мы сегодня работаем юридицией Британских Пиржинских островов. Это тоже британское право. Единственное, мы работаем в долларовом эквиваленте. Вот это мой ответ на вопрос по реструктуризации. Я буду заканчивать, коллеги. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Здоровья вам, любви и денег, отличного настроения, успехов в бизнесе, связанного вместе с нашей компанией Skyway Capital. Ну и здоровья родным и близким, чтобы все у вас было хорошо. Буду на этом заканчивать. До свидания.